Представляю вашему вниманию работу под названием «Экспериментальное исследование конденсации на поверхности труб методом ингредиентной тепловидности». Улучшение экономичности тепловых электрических станций во многом связано с модернизацией существующего и созданием нового оборудования. Так, с увеличением толщины конденсатной пленки, увеличивается недопреждачность воды и, как следствие, перераспуск условного топлива. Анализ литературы показал, что одним из возможных способов интенсификации тепловидности является наклонение труб от вертикали. Цель нашей работы – применить и опробировать метод предъявления теплометрии, определить оптимальный угол наклона труб и наметить перспективы развития данной работы. Модель конденсации, созданная Вильгеримом Муссельдом, обеспечивает достоверный расчет средних коэффициентов теплодачи при конденсации на поверхности вертикальных и горизонтальных труб. Единой теории про тепловидность при конденсации на поверхности наклонных труб не создана. На слайде представлены основные формулы, на которые ссылается большинство исследователей. При наклонном положении трубы течение разделяется на две области – на поддонную и основную. Конденсат, образовавшийся на поверхности трубы, стекает в поддонную зону и продолжает свое движение вдоль трубы. Поддонная зона занимает незначительную часть поверхности, а большую часть поверхности занимает основная зона, в которой характерна минимальная толщина конденсата трубы. Учет многочисленных факторов, влияющих на течение и тепловидность при конденсации, делает формулы весьма громоздкими и практически не применимыми на практике. К настоящему времени сформировалась обширная база экспериментальных работ. На слайде приведены примеры экспериментальных установок. Основным методом является метод термометели, которому присущи неустранение недостатков. Это инвазивность, необходимость в претензионном монтаже спаек и инерционность. Мы использовали новый метод исследования тепловидной претендонизации градиентной тепловидности, успешно развиваемый на категории теплофизико-энергетической установки с 1996 года. Градиентный датчик теплового потока представляет собой анизотропный термоэлемент. Вследствие анизотропии теплопроводности, градиент температуры имеет две составляющие. Каллинеарную и нормальную вектору плотности теплового потока. Поперечный эффект диабета, обусловленный анизотропией электрофизических свойств, приводит к появлению термоэдресу, которая пропорциональна плотности теплового потока и площади датчика. Постояние времени датчика составляет 10 наносекунд, что позволяет считать практически безинерционными. В опытах применялись, разработанные на кафедре в 2007 году, гетерогенные градиентные датчики теплового потока. Из композиции никель-сталь, которая представляет собой тонкую пластинку с искусственной анизотропией. Микроструктура такой композиции представлена на своем. В экспериментах использовалась трехпроводная схема подключения датчиков. Для этого в каждом датчику припаивались два медных и один константановый троп. Для теплометрии необходимо было снять показания с двух медных проводов, а для термометрии подключиться к паре медных и один константановый троп. Датчики монтировались в заранее подготовленных выборках за подлицо с наружной поверхностью трубы. На слайде представлена схема экспериментальной установки. Пар подавался из парогенератора, мощность которого регулировалась от 5 до 12 кВт. Расход воды также регулировался. Конденсат с поверхности трубы отводился от конденсата сбора. Предусмотрение отклонения измерительного участка от вертикали в диапазоне от 2 до 90 градусов, что соответствует горизонтальному положению трубы. И поворот вокруг собственной оси в пределах под нуля до 180 градусов. На валерности трубы установлены 4 гидрогенные прадиенты датчиков полного потока и 8 медных на стантановых термопатах. Их сигналы подавались на измерительный прибор N339. Выходные сигналы фиксировались в видеокамеры. Далее запись подавалась для обработки в компьютер. И по результатам строились временные эти программы. В эксперименте моделируется теплоген на одну из труб регенеративного подогревателя. В экспериментальном участке представляется схему труба в трубе, где внутренняя трубка выполнена из нержавеющей стали, а наружная из резинового рукава. Конструкция стенда разделена на неподвижную и поворотную часть. Неподвижная часть включает в себя стойку, неподвижную стойку и делительный диск. Поворотная часть включала уголковую балку к одному рекру, который фиксировался второй делительный диск, а к другому рекру крепилось экспериментальным участком. Так как конденсация при отклонении трубы от вертикали является неосисимметричным процессом, то необходимо было исследовать теплооген по всему периметру трубы. Для этого мы установили гетерогенные градиентные дачки теплового потока на одной образующей и обеспечили поворот экспериментального участка относительно собственной оси. Несколько слов о регистрации сигналов. Современные аналоги цифровые преобразователи позволяют фиксировать сигналы микровольтового уровня, но на том же уровне находятся и электромагнитные помехи, которые, как видите, затрудняют анализ экспериментальных данных. Для записи термо-НДС нами был создан специальный измерительный прибор на базе самопишущего ампер-вольтметра N339. В нем пишущий элемент мы заменили на зеркало и лазер, луч которого отображался на удаленной шкале. Далее выходной сигнал фиксировался видеокамерой, подавался в компьютер для обработки, и результаты строились временные теплограммы. Относительная стандартная неопределенность измеренной термо-НДС не превысила 2%. Переходим к результатам экспериментов. Применение скрадиентной теплометрии, исследуем теплоотмены при конденсации, проверено на вертикальной трубе. Пары охлаждающего вода двигались в противотоке. Пар подавался в межтрубное пространство, а охлаждающая вода снизу в трубку из нержавеющей стали. В результате экспериментов выяснилось, что датчик номер один находился не заподлицо с наружной поверхностью трубы. Поэтому его показания далее рассматриваться не будут. На слайде представлена временная теплограмма, построенная по показаниям трех других датчиков. Пульсация плотности теплового потока свидетельствует о нестационарности процесса теплогмена при конденсации. Пики могут быть связаны с течением риулетов, либо с лонообразованием на поверхности трубы. В результате средней длинии вертикальной трубы коэффициент теплодачи составил 6,06 кВт на метр квадратный на кедре. При этом расчет дал показания 6,1 кВт на метр квадратный на кедре, что, как вы видите, весьма близко. Адекватность теплометрии проверена и при конденсации на горизонтальной трубе. На слайде в полярных координатах представлена угловая теплограмма, где плотность теплового потока представлена в безразмерном виде. Для этого при отклонении трубы на угол фи-а, правильный фи, значение плотности теплового потока относилось к его значению в лобовой точке. Во всех трех сечениях распределения плотности теплового потока имели одинаковый характер и были практически одинаковыми. Поэтому на слайде представлено среднее распределение плотности теплового потока по периметру трубы. Минимум плотности наблюдается между углами фи от 120 до 240, что обозглавлено скоплением конденсатора в нижнем секторе трубы. Средний по периметру горизонтальной трубы плотности коэффициент теплодачи составил 5,79 км2 на кель. Расчет по формуле Нысо дает значение 6,05 км2 на кель. Отличие значений не превысило и 5%. Подтвердив применимость градиентной теплометрии для исследования тепловины при конденсации на горизонтальной и вертикальной трубе, мы перешли к экспериментам на лунной трубе. На слайде представлены некоторые угловые теплограммы, полученные при отклонении трубы от вертикального угла 20, 50 и 70. А полная картина представлена в приложении к работе. В первом сечении при всех углах отклонения максимум плотности теплового потока сохранялся в лобовой точке. В первом сечении соответствует черная минимума. Во втором сечении, которому соответствует красная линия, при отклонении трубы на 20 градусов распределение плотности теплового потока принимало равномерный характер. То есть, как вы видите, распределялось равномерно. Но при отклонении трубы на около 50 и 70 максимум плотности теплового потока смещался в нижнюю часть трубы, что может быть связано с отрывом конденсатора поверхности. Интенсификация вызвана изменением в течении конденсатной пленки. При небольших углах отклонения поддонная зона образуется, но толщина конденсатной пленки распределяется равномерно. Расчет неопределенности исследований выполнен согласно действующему ГОСТу, принятому в 2012 году. Относительная неопределенность измерения плотности теплового потока составила 4,5%, а рассчитанное коэффициент теплоотдачи – 5%. Таким образом, в работе подтверждена применимость градиентной теплометрии при исследовании теплообмена при конденсации. Пилотные результаты свидетельствуют о максимальной интенсификации теплообмена при отклонении трубы на углу 30 градусов от вертикали. Градиентная теплометрия позволяет оценить распределение коэффициента теплодачи по периметру трубы, определить положение поддонной зоны, что особенно важно для дальнейших исследований по теплообмена при конденсации в пучке труб и на трубах со сложной геометрией. Спасибо за внимание. Буду рада ответить, если у вас есть вопросы. Сначала инцидент задает несколько вопросов. Первое. Чем обусловлены выбор композиции для гетерогенных градиентных датчиков теплового потока, их размеры и расположения? Спасибо. На кафедре теплофизико-энергетических установок в настоящий момент создан целый ряд различных гетерогенных градиентных датчиков теплового потока. Основные требования, которые мы поставили перед датчиками, это, во-первых, коррозионная стойкость материалов, способность их работы во влажной среде и в среде с повышенной температурой. Размеры датчика, выбранные из технологических соображений. В дальнейшем их форма будет меняться. Я собираюсь переходить к датчикам, аналогичным, используемым Александром Юрьевичем, то есть к узким датчикам. Так как характер течения конденсатной пленки ранее не был изучен, мы расположили датчики на одинаковом расстоянии один от другого. Второй вопрос. Как видится второе использование гетерогенных теплометрии на более сложных протоколостях? Наша научная группа уже занималась исследованием конденсатного теплообмена на облуненных и орибленных поверхностях. Так как технология уже изучена и методика разработана, я считаю, что у нас остается никаких проблем заняться и этой задачей. И последний, третий вопрос. Возможен ли подход к исследованию теплообмена при конденсации на пучках труб? Подход возможен. И мало того, является перспективой развития работы. Еще раз хочется поговорить о датчиках. Откроете, пожалуйста. Если вам хочется. Хочется. Как я уже сказала, в дальнейшем я планирую переход к узким датчикам. То есть, ширина датчика значения не имеет. Вот эти слои никак не влияют? Никак не влияют. Ну, есть определенный предел по минимальной ширине. Количество слоев влияет на датчик? Да. Да, влияет, но на чувствительность. Не влияет. На чувствительность не влияет. А на ЭДС влияет? Нет, не влияет. Не влияет. То есть, вы все равно этот прибор, так сказать, замеряете, что так, что и так, да? Да. Значит, есть некоторый минимум? Какой? Затрудняюсь сказать. Я таких маленьких датчиков еще никогда не использовала. Но это гораздо меньше, чем один миллиметр. То есть, есть возможность, по-русски не могу говорить, мини... Минимизировать. Да, минимизировать. Есть возможность, и, мало того, я планирую это сделать. Это первый, кстати. Это до них еще далеко. Второй вопрос, так сказать. Значит, так как толщина, так сказать, вот самих вот этих зон как-то влияет на этот датчик или нет? Вот, количество мы уже определили, что, так сказать, у нас не влияет. А толщина этих зон как-то влияет на ЭДС? Соотношение. Соотношение толщины, да, влияет и подбирается оптимальному числу. А вот что, как это, так сказать, вы объясняете вот этому все зону? Давайте начнем с того, что как изготовляется поддельная датчика. Давайте. Выбирается кассета из тоненьких пластинок, стальники, стальники, стальники. Далее, она запекается. Остановитесь, вот из тоненьких, так сказать, на сколько тоненьких? И как вот на них играете? Производством градиентов датчиков теплового потока лично я не занимаюсь. Я использую их в своих установках. И, кстати, очень удачно сегодня присутствует... То есть вот этот вопрос, так сказать, вы не анализируете? Вот толщины лично я не анализирую. В дальнейшем, ну, конечно же, мне придется заняться изготовлением. Значит, вот представляется, что должна быть некоторая, так сказать, оптимальная структура, исходя из, так сказать, их теплопроводности и их нахажение количества. Она как-нибудь вот существует? Есть, так сказать, расчеты. Есть, там один в двухсотношем. А клиентные датчики теплового потока исследуются на кафедре с 1996 года. И до сих пор непонятно, что это такое. Понимаете? Если у вас вопрос был уисполезный. Наука еще не знает. То есть есть какие-то патенты на это? Конечно, конечно. Ну, спасибо. Да, спасибо. Так, у вас еще утревские желания можно задавать вопросы? Нет? Нет. Нет, нет. Ну, все, все понятно. Так, все объяснило. Ну, если вопросов нет, тогда у нас по регламенту нужно включать указу руководителей. Так, все понимаете, как выключатся. Так, выключатся. Так, выключатся. Не скротивно. Да.